Всем привет дорогие друзья! Сегодня в этом видеоролике я вам расскажу про лучший кошелек Terra Luna на момент 22-23 год. То есть в 2023 году этот кошелек тоже будет актуальным и я думаю, что он будет являться одним из лучших, потому что сейчас так и есть. Соответственно кошелек называется Terra Station. Этот кошелек вы можете скачать как на мобильное приложение, так и на компьютер и не бояться. Необходимо бояться следующего, если у вас сид фраза будет потеряна. То есть сид фраза, необходимо ее хранить как зеницу ока, если вы ее просто потеряете, то в таком случае вы потеряете все свои токены. Для полной безопасности вы можете скачать кошелек для Windows. Здесь когда вы переходите с CoinMarketCap, так как CoinMarketCap это официальное приложение, платформа, вы здесь видите естественно официальные сайты той или иной монеты. Но это для того, чтобы не спутаться с фишинговыми сайтами и это очень важно. Соответственно домен у нас называется terra.money и он в принципе доступен как на Terra Classic, так и на Terra Luna. То есть это одинаково, то есть по сути у нас система Terra, она одна и та же и в принципе мы видим, что по Terra Luna это такой же сайт и ничем он не отличается. И доступен кошелек как для Terra Luna Classic, так и для Terra Luna. Если у вас есть токен Terra Luna, то для вас это тоже видеоролик актуальный. Поэтому что мы здесь видим? Нам необходимо зайти в вкладку Learn и здесь соответственно у нас есть раздел кошельки и здесь в принципе вы можете глазнуть гид и ознакомиться с кошельком. Что вам предлагается? Вам предлагаются встроенные кошельки в браузер. Я не сторонник этого, потому что это довольно-таки легко ломается. Но и также в принципе здесь вы можете скачать мобильный кошелек. Я также не сторонник мобильного кошелька, потому что вы можете потерять телефон. Если вы потеряете телефон и там будет легко доступно в принципе понимать как зайти в вам кошелек, то в принципе ваше Terra Luna или Luna Classic просто улетят. Ну или хотя бы потому что если вы не запишите сетфразу с паролем, это тоже в принципе возможно. То есть так или иначе мобильный телефон необходимо тоже будет хранить зеницу как зеницу ока. Что же тогда делать? Тогда лучше всего выбрать бестопный кошелек и соответственно обзавестись отдельным ноутбуком. Будь то это Mac или Windows. Ну лучше конечно же Windows, потому что Mac будет дорого. И если у вас большая сумма, то этот отдельный ноутбук иметь как в принципе хранение ваших монет. То есть это такой железобетонный способ, который в принципе сохранит ваши монеты и никаких вопросов не будет. То есть вас никогда никто не взломает, потому что вы будете подключать интернет тогда, когда вы взаимодействуете с кошельком и никто не будет ничего туда качать и так далее и тому подобное. Но если в принципе мы говорим о таком способе, который тоже годен, это скачивание на Windows кошелька вашего. Естественно если у вас на Windows верусятина, то этот способ не проканает, потому что в принципе вас просто взломают да и все. Но если в принципе вы ничего не качаете, не тянете с торрентов, с интернета, то этот способ хороший. То есть холодное хранение у нас будет на Windows, да и после того как в принципе мы скачали кошелек, нам необходимо понимать следующее, что мы также на этом кошельке можем стейкать. И про стейкинг я чуть дальше затрону по мере пьесы. После того как мы на Windows собственно скачали кошелек, мы значит должны создать кошелек, создаем new wallet. Здесь если мы говорим про другие пункты, recover wallet, это восстановить кошелек, импорт wallet, это импортировать, то есть тот кошелек, который вы ранее создали. И multisting wallet, то есть тоже создать там новый мультивалютный такой кошелек. Но то есть это такая в принципе на самом деле пункт такой, который лично я не пользуюсь. Дальше после того как в принципе мы создали кошелек, мы прописали пароль. Пароль тоже нужно написать на отдельном листке, не писать его где-то в компьютере или в блокноте в компьютере или в блокноте на телефоне. Потому что это все может синхронизироваться с интернетом и ваши пароли все улетят в интернет, да. Соответственно это нужно писать на листке. После того как мы записали пароль и создали наше имя, значит и соответственно мемоническую фразу мы тоже записали. Мы должны перепроверить эту фразу. Железобетонный способ, чтобы вас не взломали, это, например, на одном листке написать половину вот этой мнемонической фразы, половину слов. То есть из 24 мы, в принципе, делаем вывод, что нам нужно написать 12 слов. И вот этот листок положить в одном месте, а второй листок где-то спрятать в другом месте. Но это если у вас большая сумма и вы не хотите рисковать. Ну и важно тоже самое сделать с паролем. После того, как мы это все проделали, мы, соответственно, здесь нажимаем 13 слово, которое у нас есть в данной мнемонической фразе. И седьмое слово для того, чтобы подтвердить, что мы записали действительно эти все слова и они у нас есть. После этого, соответственно, создается у нас кошелек. Вам присваивается ваш личный кошелек. И, соответственно, вы уже будете доступны в сети Terra. Здесь вы можете стейкать вашу Terra, то есть, в принципе, взаимодействовать с валидаторами и, в принципе, делегировать. Это тоже довольно-таки хорошая фишка, но у нее есть подводные камни, про которые, кстати, блогеры не говорят. Кстати, если вы создаете вот пароль, я смотрел там видеоролики, но видеороликов, кстати, мало на эту тему создания кошелька. Этот пароль, который вы создаете, он не должен быть с какого-то сайта. То есть, это тоже очень важно. То есть, если вам какой-то сайт предлагает генерировать пароль к чему-то, то это все полный развод, потому как, в принципе, люди вот на этом и горят. А на самом деле, когда там с чужого сайта тянут какие-то пароли. Я считаю, что пароль должен быть отчасти, конечно, замудренным, но таким, чтобы он у вас был и чтобы вы знали только о нем сами, да. И никто больше не знал никакие сайты и в буферах обмена он нигде не проскакивал. Соответственно, после того, как мы создали, значит, с вами кошелек, сделали это либо десктоп, либо все-таки на мобайл. То есть, на мобайле тоже все довольно-таки просто это делается, все довольно-таки легко. И если вы все-таки решитесь на мобильное приложение, то вам нужно знать, что пароль и ситфраза они решают. Но также решают то, что если вы потеряете телефон и вы, дурак, написали на телефоне, в принципе, свою ситфразу и значит ваш пароль. В таком случае вы точно потеряете свои монеты. Поэтому, соответственно, мы скачали десктоп и, соответственно, мы можем также, в принципе, стейкать монеты. То есть, когда вы перевели свои монеты с биржи Binance, то есть, понятное дело, что сеть одна, сеть это Terra. То есть, больше Binance вам никуда не предложит выводить свои токены, кроме как в сеть Terra. И, соответственно, здесь вы можете делегировать, да, и, соответственно, вы можете выбирать валидатора. При этом ваши токены замораживаются, просто валидатор ими пользуется, они как бы остаются у вас на кошельке. Но, по сути, вы не сможете ими управлять. И очень важно то, что вы в случае, если хоть захотите срочно, вот, например, вы купили там Terra Luna по 2 доллара. И вы захотите срочно ее забрать, так как случился там памп на 8 долларов, на 10 долларов. Вы захотите забрать прибыль, скажете, зачем мне этот стейкинг. И как только вы вот нажмете кнопку Undelegate, да, то есть, перестанете делегировать, то вам скажут, что вам нужно подождать 21 день. То есть, вот этот подводный камень вам не даст продать сразу Terra Luna. Будь то Terra Luna Classic или Terra Luna обычная. Поэтому на это обратите внимание, потому что это очень важно. Лучше заработать на пампе, нежели там стейкать, конечно же, долго эту Terra Luna или Terra Luna Classic. Это определенно довольно-таки затруднительно, да. И в то же время есть, конечно, на Binance функция стейкинга. Вы можете также делать это на Binance, стейкать Terra Luna или Terra Luna Classic. Но также, в принципе, по мне, если это фиксированный доход, а там фиксированный доход, то вы можете сразу забрать эти токены. Но учтите, что хранение на бирже токенов в Terra Luna, особенно в большом объеме, оно имеет большие риски даже на такой большой бирже, как Binance. Поэтому, в принципе, про это все такое основное я рассказал. Если хотите хранить на мобильном, вы можете это делать, но это менее безопасно. Но, в принципе, если вы сохранили сетфразу, если, в принципе, у вас есть сохраненный пароль, это важно, то бояться нечего. Ну, а если вы это сделали на десктопе, тоже бояться нечего, но следите за тем, что у вас на компьютере. То есть, если у вас на компьютере еще Teamweaver какой-нибудь установлен, или вы качаете игры и так далее и тому подобное, то учтите, что шанс того, что все-таки ваши монеты могут уйти, он довольно-таки велик. Поэтому, вот учтите, что если вы как-то пользуетесь компьютером, ну, скажем так, чрезмерно, да, и, соответственно, вы качаете все, что попало, то, ну, потом не удивляйтесь, если все-таки токены куда-то уйдут. Поэтому, вот такие дела. Подводя итоги, можно сказать, что лучший кошелек на данный момент это TerraStation. Он есть также на iOS, на Android. И, в принципе, самый лучший кошелек, самое лучшее хранение это на Desktop, TerraStation. То есть, вы, в принципе, можете все то же самое сделать. И, в принципе, еще железобетонный способ хранения это на отдельном ноутбуке, который подключается к интернету тогда, когда вы взаимодействуете с вашими финансами. Всем пока и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok